Вот моё колесико, но уже осень, вот сегодня на дачу ехал, но дорожки уже такие вот тропинки размытые, а почва довольно глинистая и колесо так немножко конечно подбуксовывает и так аккуратно надо очень ехать вот и я чего решил я тут у себя нашел сейчас покажу такой вот это вот протектор но моего колеса вот так вот он стандартно это 16-дюймовое колесо вот идет с такой покрышкой покрышка вот 1,95 у нее ширина 16 дюймов вот так вот выглядит нашел я тут у себя вот на даче вот такую покрышечку вот покрышка тоже 16 дюймов и тоже она 1,95 дробь 2,125 по идее она стандартная наверное видно вот так вот вот ее размеры она должна стандартно встать как-нибудь будет побольше времени у меня и я попробую вот поставить эту покрышку вот такой у нее протектор ну и соответственно думаю даже она и должна по снегу нормально пойти не знаю как она будет рулиться поскольку вот эти вот боковые они вот вот выступают вот так и как при боковом вот когда его будешь наклонять колесо как это себя будет вести не знаю но попробую вот видно достаточно такая мягкая и по значит по размерам вот что у нее тут написано значит 53 дробь 57 на 305 305 это внутренний диаметр 16 дюймов 16 на 1,95 дробь 2,125 но это ширина покрышки вот 1,95 на инмошине сейчас стоит вот 16 на 1,95 родная покрышка раньше когда первые шли они были чуть пошире ставили 16 на 2 125 покрышки были но вот сейчас вот вот в принципе эта покрышка должна встать вот здесь вот у нее написано значит нейлон но это корт не нейлоновый а по сейчас вот по подавлению сейчас вот здесь вот так по давлению у нее получается 36 psi и 250 килопаскалей вот родная покрышка на эмошине стоит значит 40 psi либо 280 килопаскалей фактически получается но две с половиной атмосферы вот накачивать ее надо это колесо потому что им машины я 2 и 8 у нее нормальное давление в колесе на 2,8 атмосферы вот ну как раз по пересеченке если она будет так вот под чуть под спущено помягче я думаю как раз и по какую какому-то снегу должна пойти ну попробую вот с другой стороны я не знаю как этот корт нейлоновый насколько он прочный вот на этом видно внутри поскольку он прочный нейлон я не знаю какой в родной какой корт состоит из чего там кинда покрышка не знаю что какой корт они ставят вот я думаю выдержит я в принципе не тяжелый плюс колесо не тяжелая в общей ложке ген килограмм 85-90 я думаю что эта покрышка должна выдержать вот поэтому ну вот попробую попробую буду разбирать как раз я хотел сделать профилактику в колесе посмотреть что там с подшипниками за 900 километров пробега но и вообще много ли грязи туда накидалась потому что иногда попадал под дождь ездил ну и почистить там все и прогерметизировать еще дополнительно потом чтоб и зимой можно и весной уже тоже можно было сразу ездить не не заморачиваться в принципе вот интерес есть вот она давно у меня куплена у меня просто есть складной велосипед такой хороший тоже трехскоростной дохон он 16 дюймовые колеса у него и я вот тоже как-то хотел бы там совсем такая вот резина еще меньше протектор чем вот на это такая но чисто городской протектор у того велосипеда вот и я хотел поставить на него вот эту покрышку на заднее колесо чтобы можно было ездить тоже вот более-менее пересеченной какой-то дорожки и она у меня уже вот лежит ну наверно лет шесть а то и все 7 резина вроде нормально ничего не потрескалась так смотрю в принципе все нормально у меня аналогичная покрышка стоит на горном велосипеде вот с таким же протектором такая же покрышка только там 27 дюймов колесо поэтому ну вот посмотрю и заодно покажу как как и что возможно ли ездить вот в межсезонье допустим весна и там поздняя осень когда уже слякотно и скользко поменяв покрышку а то придется заканчивать сезон потому что вот такая покрышка но она очень гладкая и колесо сносит и выворачивает его вот чуть вот если газку добавишь его сразу разворачивает и все и можно хорошенечко слететь с него вот поэтому вот на асфальте еще все нормально держится такая покрышкой рулить на ней удобно она вот такой полусферы в принципе неплохая покрышка для города но вот по пересеченке особенно по таким тропинкам таким вот гравия земляным но не очень хорошо она не очень цепкая и чуть что сразу в пробуксовку идет но и по мокрой траве тоже вот пробуксовку идет вот такой протектор наверное будет лучше так что если кто пробовал вставить что-то вот подобное вот напишите мне как как себя вот поведет колесо может и не стоит этим заморачиваться конечно но хочется попробовать я давно уже его приготовил вот вот эту вот эту покрышечку заодно сделаю профилактику колеса поскольку я вот на нем уже там почти 900 километров сейчас откаталась 10 октября я катаюсь но она у меня с 15 июня вот я его купил и первый раз на него встал вот 15 июня сейчас у меня уже почти 900 километров пробега все хорошо колесико устраивает вот потому что езжу я без защиты и более скоростное колесо конечно вот надо уже защиту покупать а я его как раз и брал это колесо чтобы для подскока вот на дачу ну и по городу передвигаться чтоб не на машине когда один едешь в электричку с ним в электричку очень удобно и в каком-то видео там уже показывал с кому интересно можете посмотреть как можно доехать а потом тут километров шесть вот на колесе там через лес и очень-очень классно получается по городу вообще так что у меня все лето машина вот отстояла под окном меня и периодически там старший сын берет ездит а я вот по городу передвигаются исключительно на колесе ну вот такие дела так что напишите кто если пробовал покрышки другие вот на межсезонье какие-то и что посоветовать ну вот пока так вот ну всем пока пишите спрашивайте